Всем привет! С вами вновь Андрей Бальмант и следующая партия вопросов. Первый вопрос задала Дарья Белегина. Три в одном будет. Твой кот? Первый вопрос. Кот не мой, кот брата. Какая у него кличка? Кличка у него Рыжик, но альтернативные варианты Иисус и Сперма. И третий, как он появился? Откуда? Когда брат ходил за почтой, дохренище лет назад, наверное, лет 7, может где-то так, может чуть больше, чуть меньше, он сидел на почтовых ящиках и сам прыгнул ему на плечо. Так у нас и появился этот кот. Хотя вариант Наташи Вединой, который следует за этим вопросом из кошачьей вагины, в принципе, более актуален. Следующие несколько вопросов от Анны Вишневской. Первый вопрос. Если бы у тебя была возможность трахнуть мисс Грей, куда бы ты ее чпокнул? Я боюсь, для юной мисс Грей у меня слишком маленький початок кукурузы, поэтому единственное, что могло бы принести мне хоть какое-то физическое удовлетворение, это знаменитая глубокая техника исполнения ртом. Так что я бы, пожалуй, выбрал генериру. Следующий вопрос. Кем бы ты хотел стать на один день? Я даже пробил этот вопрос в интернете, подготовился. Я бы хотел стать на один день Карлосом Слимом Элу. Это человек, который на данный момент в рейтинге Forbes занимает первое место. И перечислил его состояние 53,5 миллиарда долларов себе на счет. И попросил бы его бухгалтеров и всякой компании, которые бы это делали, стереть все записи о перечислениях. Пожалуй, именно так. Следующий вопрос. Если бы ты перевоплотился в девушку на один день, что бы ты сделал в первую очередь? Я бы поднялся вон туда наверх и начал бы дразнить свою девушку, что у меня сиськи теперь больше, чем у нее. Дальше идет не совсем вопрос от LovePain. Ты очень похож на Мэнсона в своем стиле. Мог бы стать Мэрлином Мэнсоном Lookalike, прям как Manzin Damien, или как там правильно, или Роберт Пэнк, или Банк. У меня плохо с английским. Большое спасибо. Приятно. Следующие вопросы от Ульяны Гончаровой. Перечислили свои эрогенные зоны. Все эрогенные зоны я перечислять не буду, но две из них это обратная сторона рук и шея. Естественно, не шея. Это моя самая эрогенная зона. Еще один вопрос. Тебе не надоедает делать так языком? Я про видео из видеочата. Физически нет. Язык подготовленный, прошел много тренировок. Психологически, когда ты попадаешь на 20 долбоебов подряд, которых отсутствует чувство юмора и присутствует абсолютный покерфейс, немного напрягает. Дальше. Вопросы от Алины Клеминой. Надеюсь, правильно произношу. Или Клемина, я не знаю, как правильно. Так. У тебя всегда были такие ровные белые зубы? Просто они офигенные. Я с самого рождения очень серьезно отношусь к своим зубам. Поэтому... Да, у меня всегда были такие ровные, но не совсем белые зубы. Никогда не отбили. На самом деле они у меня желтые. Просто, наверное, камера так искажает. Алина Клемина. Так, так, Ретем. Как ты учился в школе? В школе я был редкостным распиздяем. Срывал уроки, доводил людей до иступления, слез. Постоянно они пользовались у меня валерьянкой. Постоянно я дебоширил. Находился на грани исключений и кое-как закончил на самом деле школу. Потом поступил в дохренищи разных колледжей. Было там таким же распиздяем, но получил прекрасный диплом. Так, твой натуральный цвет волос. Насколько мне подсказали свыше. Мой натуральный цвет волос каштановый. И последний вопрос, хотя... Да, последний вопрос. Десятый от Анны Вишневской. Ты еврей? Еврей это Кайл Брофловский, который был в Южном парке. А я скорее Эрик Артман. Жирный и ненавидящий всех и вся. На этом все. Десять вопросов, десять ответов. Жду следующих вопросов на публичной странице. Топик, скандал, интриги, расследование. Всем отвечу, ни про кого не забываем. Всем спасибо, что слушали. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok